Программа фрезерует эллипс. Эллипс у меня строится по примеру, который я нашел в справочнике высшей математики. Вот этот рисуночек. Итак, рисуется вокруг эллипса малый радиус, окружность, которая с малым радиусом делается, и окружность с большим радиусом. Теперь радиус, проведенный к большой окружности, пересекает малую окружность. Это будет координата Y в точке на эллипсе. А точка на большой окружности будет координатой X на этом эллипсе. Соответственно, у меня вот тут есть X столько-то, Y столько-то. По параметрам. Картовый угол, шаг угла и конечный угол. 360 градусов. Все окружность делает. Это вот этот, решетка 1. И обходит 360 градусов. 4 радиус инструмента, 5 радиус зуба, 6 большой радиус, это вот есть и окружность, 7 малый радиус, и это окружность, 8 зазор. Это расстояние между фрезой и эллипсом. При заходе. 9. Стартовый Z. У меня сделан в один проход. Минус 26 и конечный минус 26. Это будет в один проход. Потому что симулятор вешается. Не может хорошо бегать. Тоже начальный. Зет, 9-й, 10-й шаг по Z. И 11-й, конечный Z. 12-й припуск. Это стартовый X рассчитывается. 9-й. А, это уже пошел шаг. Первый вайл, это по Z идет цикл. Второй вайл. Строится. Эллипс. Можно для расчета припуска он использует P8-й корректор, инструмент. Его можно менять. 208-й, тогда и здесь надо будет поменять. D208, P208. Или в самом начале где-нибудь номер инструмента забить под параметры. И тогда уже вместо припустим делать P-решетка 208. D-решетка 208. Все. Посмотрим, что симулятор делает. Ставим его на отработку. И запускаем. Тоже сделаем на отработку. Надеюсь, это та самая программа. Запускаем. машина уже вешается. Вот машина уже вешается. Тут интересная вещь получается. хвост. По симуляции здесь ничего не видно. Все нормально проходит. Но здесь всегда хвост появляется. Причем он появляется даже на синомерике. Было то же самое. Но в живую я прогнать не могу. Так что если здесь какой-то след останется, можно просто не 360 сделать, а 360 плюс шаг. 363-365. Тогда он чуть дальше зайдет и срежет, если там что-то будет оставаться. И самое интересное, тоже момент интересный. Видите красный? Это ход фрезы. Здесь он дальше отходит. Здесь ближе подходит к краю заготовки. А я отработал так, чтобы он цепанул всю заготовку. То есть симулятор неправильно считает. Он правильно считает этот путь. А твердое тело обрабатывает неправильно. Потому что у меня тут смещение есть 3 мм. Вот оно. Если я сделаю 0, то этот путь фрезы будет правильный, а снимать заготовку будет со смещением. Еще я сделал программу, которая закатывает радиус по верху. Это у меня вот эта программка. Вот еще расчет положения икса. Ну не икса, а припуска. Расчет припуска вот этого. Контур задается по этой линии. Вот эта вот линия эллипса идет здесь. И от этой линии отчитывается закус фрезы при различном положении на радиусе. И соответственно у меня шаг не по Z сделан, а шаг по углу. Девятый, десятый, одиннадцатый. Здесь тоже используется бросовый корректор. Его надо менять на тот, который вам не нужен. Все остальное то же самое. Эллипс R. Этот хвост длинный. Это зазор. между фрезой и эллипсом. Здесь тоже видите, след идет выше верхней плоскости и заготовки. Потому что симулятор некорректно просчитывает инструмент с радиусным зубом. Он почему-то длину ему дает на радиусе, точке центра радиуса зуба. Поэтому он вот на радиус выше поднятой линии. Если запустить, я думаю он повесится очень страшно. Запускаем. Ну, работать он будет долго. Буду ждать. Я лучше покажу, что получилось в конце. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok